22-летний защитник Родины, герой Советского Союза Владимир Жуков. Именно его имя сегодня присвоили военному учебному центру ДГТУ. Личность солдата выбирали тщательно. Герой. Родился на Донской земле, вырос здесь, закончил школу. И 22 года, 5 орденов, герой Советского Союза. Что лучше? Или здесь мы поставили бы героя, мы нашли бы еще больше, мы рассматривали у людей, у которых за плечами генеральские погоны и так далее. Но мы сюда здесь поставили такого молодого именно героя, который должен примером, вопрос вы услышали, примером для молодых людей. Как раз они будут 22 года завершают учебу у нас. Чтобы увековечить память молодого солдата, скульпторы литейной мастерской Донского вуза создали монумент. Памятник из бронзы изготавливали почти 5 месяцев. Его высота составляет 105 сантиметров. Студенты военно-учебного центра, факультеты архитектуры и дизайна ДГТУ принимали активное участие. Была проделана огромная работа. Были отправлены запросы в Главное управление кадров Министерства обороны Российской Федерации, в Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. В течение двух месяцев архив работал для того, чтобы документы эти извлечь и представить нам. Было представлено более 300 документов нашего героя. Сохранять память и передавать ее потомкам – одна из важных составляющих в воспитании молодого поколения. Очень важные задачи перед нами стоят. Это сохранение памяти о тех героях, которые ковали победу. Это сохранение исторической памяти, которую сейчас пытаются изменить. Конечно, наши ветераны. Их осталось очень мало. Это оказание любой помощи нашим ветеранам и их надо беречь. После открытия памятника на плацу военно-учебного центра прошел парад и выступили творческие коллективы Донского края. В стороне не остались и опытные мастера своего дела. Прямо сейчас парашютисты Южного военного округа демонстрируют свои умения. А на плацу выступает группа рукофажного боя Нацгвардии России. На праздничном параде присутствовала и военная техника. Эта машина прошла всю войну. Это ГАЗ-67, 1939 год. Машина надежная, хорошая, безотказная. Мы открываем Батайский парад на этой машине. Эта машина везет ветеранов, везет знамя, передает молодой гвардии. Напомню, что в этом году в России отмечают 76-ю годовщину Великой Победы. Елена Сарксян, Юрий Друзякин, ДОН-24, Ростов-на-Дону.